Денежные средства Сейчас следователями ведется сбор и закрепление доказательств. Добавим, что Модест – единственное предприятие в Алтайском крае, которое производит молочную продукцию для детей. Устинова проработала там более 20 лет. Приравнять пьяную езду к умышленному убийству. Такую инициативу поддерживают депутаты всех фракций Госдумы. Ведь каждый год на дорогах из-за пьяных водителей гимнут и травмируются десятки тысяч человек. Любителей погонять во хмелю в Барнауле много. Только с начала этого года инспекторы задержали почти 500 нетрезвых водителей. В этом году жертв пьяной езды пока не фиксировали. Зато за два прошлых по вине нетрезвых за рулем погибли 14 человек. Чтобы прекратить пьяный беспредел на дорогах, депутаты Госдумы предложили приравнять нетрезвую езду с погибшими к умышленному убийству. Эта инициатива сейчас рассматривается в Госдуме. Если законопроект одобрят, то максимальное наказание для таких нарушителей составит не 9, а 15 лет лишения свободы. Но оказалось, для многих водителей и это не преграда. Конечно, конечно. Страшно, что остановит, лишиться прав не хотелось бы. Но всегда в такие моменты почему-то не думаешь о том, что будет. Думаешь, ничего страшного. Немножко как рулетка испытать удачу. Поможет ли новый закон снизить преступность на дорогах, попытаемся разобраться в вечернем выпуске. А пока продолжим. Сегодня в Барнауле общий городской субботник. Наводить порядок, как сообщает официальный сайт города, выйдут 40 тысяч человек. Им в помощь 300 единиц техники. Планируется очистить более 400 тысяч метров скверов, парков и газонов. В планах навести порядок во всех районах города. Кстати, так называемые «чистые четверги» в краевой столице проводят с начала апреля. На городской полигон уже вывезли более 150 машин мусора. В результате неосторожного обращения с огнем в Барнаульском лесничестве произошел пожар, охвативший почти 3,5 гектара леса. Под угрозой возгорания оказался и населенный пункт. Такой сценарий отрабатывали спасатели в рамках всероссийских командно-штабных учений. На место условного пожара были стянуты силы различных спецгрупп, среди которых сотрудники ОМВД, МЧС, скорой помощи, администрации города, аварийной и газовой службы и других. Каждая структура оперативно отрабатывала способы пожаротушения, оповещения, неотложной помощи, предотвращения побочных ЧС. По условиям сценария огонь по сухой траве начал распространяться вглубь населенного пункта. После произошло возгорание сразу двух жилых домов вблизи кромки леса. Силами спасателей удалось оперативно ликвидировать источник возгорания в населенном пункте и прилегающем лесном массиве. Всего в учениях было задействовано 118 человек, 33 единицы техники. Напомним, губернатор на этой неделе рекомендовал всем службам оперативнее реагировать на сигналы о возгораниях, чтобы не допустить повторения событий прошлых выходных. Тогда за один день в регионе зарегистрировали 300 пожаров, сгорело несколько частных жилых домов. А вот корреспонденты краевых изданий строят дом. Жить в нем, конечно, никто не будет. Это лишь практический экзамен для участников ежегодного конкурса «Журналист меняет профессию». Но оценивать качество работ планируют по всей строгости монтажных законов. Анастасия Драган подсмотрела, как новички осваивают рабочую специальность. Тема сегодняшнего урока – клей гипсовый монтажный. Да, знакомству с такой технологией отведен целый день. Сначала подготовить смесь, затем уже строить стены из гипсокартона. Гена у нас за гипсокартоном подготовлены. Все, все. Накладываем. Мы учимся разводить специальную строительную смесь, которая будет оклейкой основы для гипсокартонных листов. Оказывается, можно листы не только прикручивать, но и приклеивать. Дмитрий Лебедь – эксперт нашего телеканала в сфере ЖКХ. Учится новому и рассуждает. Вдруг в будущем коммунальщики станут оказывать и такие услуги. А Ярослав Махначев из вечернего Барнаула впечатлен подходом к процессу. Я не думал, что это все такое большое многообразие и по инструментам, и по материалам. Практически для каждой отдельной манипуляции есть свой инструмент. Грубо говоря, мы привыкли дома одним шпателем все делать. Широкое пространство, узкое пространство. Здесь есть для внутренних углов, для внешних углов. Если все это пройдете курс, вы можете полностью сделать, облицевать всю комнату, навесить потолки и сделать пол. А девчонок много? Хватает. Ну, меньше, да, чем один? Ну, конечно, девчонок меньше, чем парней. Но попадаются такие девчонки, которые лучше парней исправляют свои задачи. Подкрепит ли статистику Анна Семина из «Комсомольской правды» на Алтае и покажет экзамен. Так что все на равных, хотя и строят пока общий дом. И, кстати, пройти курсы каркасно-обширных конструкций может в любой желающий. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. В этой акции участие тоже могут принять все желающие. Сегодня праздник на улице любителей чтения. Алтайский край присоединится ко всероссийской акции «Библия ночь». Во многих библиотеках городов и районных центров в шесть вечера начнутся праздничные программы. Самая масштабная пройдет в Барнауле в библиотеке имени Шишкова. Гости смогут пройти познавательные квесты в книгохранилище, насладиться театрализованными представлениями на литературные темы, живой музыкой и искусством испанских танцев. Посетителям расскажут о творчестве Шекспира, об истории театра на Алтае. Театральному искусству вообще уделят много внимания. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по актерскому мастерству и посоревноваться в искусстве экспромта. Детям тоже будет чем заняться. Их вниманию предложат теневой театр, мастер-класс по созданию кукол и многое другое. Продлятся мероприятия до 10 вечера. Ну а теперь о погоде. Спонсор прогноза Банк Восточный. Чтобы дачу сделать сказкой, оформите карту Банка Восточный. 0% на 90 дней. Приходите 17 и 18 апреля в Банк Восточный. Крае немного потеплеет. Плюс 2 в Белокурихе, до 3 тепла в Бийске и Заринске, плюс 5 в Рубцовске, в Барнауле ясно, ветер юго-восточный слабый и до 5 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова